В России построили железную дорогу в обход Украины. Глава Укрзалезницы Войцех Болчун уходит в отставку. Эти, а также другие темы обсудим с нашим гостем в студии экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Александр, здравствуйте. Добрый день. Поляк Войцех Болчун сегодня заявил о своей отставке. Эту отставку приняли в кабинете министров. И эксперты утверждают, что это может быть последствием конфликта непосредственно с министром инфраструктуры. Как вы считаете, что удалось Болчуну за время, за этот год, пока он был на своей должности, и чего он не успел сделать? Ему удалось впервые за многие годы начать развитие сети пассажирских перевозок. Именно вперед, когда Войцех Больчун был руководителем, появился поезд Киев-Измаил. 650 тысяч жителей Южной Бессарабии, это южная часть Одесской области, получили прямое сообщение с Киевом. Запустили поезд Киев-Хуст-Салотвина, это Восточная Закарпатья. 600 тысяч граждан Украины, которые лишены были возможности поехать в Киев, получили возможность на прямом поезде каждый день путешествовать в столицу. Более того, мы знаем, что Восточная Закарпатья, это и туристическая Мекка, это и соляные пещеры Салотвина, это и Шаяны, это и Долина Нарциссов. Сейчас туда можно поехать в любое время на прямом поезде. Кроме этого, развивалась и система пассажирских перевозок поездами Интерсити и Интерсити+. Появились новые маршруты из Киева в Кривой Рог, в Кировоград, в Херсон, в Николаев. Появились международные маршруты Интерсити, Киев-Львов-Перемышль, Киев-Тернополь-Перемышль, запускается поезд из Ровна в Хелм. Так что в пассажирском сегменте было сделано очень много. Что не удалось? Не удалось изменить отношение государства к железной дороге. Вот это, наверное, главный минус, поскольку государство как продолжало относиться к железной дороге, как к такой дойной корове, так этот подход и остался до сих пор. То есть государство вынуждает железную дорогу возить пассажиров по цене ниже себестоимости, тариф покрывает всего лишь треть расходов, но при этом никакой компенсации железная дорога не получает. Государство вынуждает железную дорогу возить отдельные виды товаров и сырья по цене гораздо ниже себестоимости и тоже никакой компенсации не дает. Если посчитать недополученный доход, мы видим колоссальные суммы. Только грузоотправители недоплачивают Укрзалезнице в год от 40 до 45 миллиардов гривен. Это те деньги, которые в случае получения можно было бы направить и на покупку новых вагонов, и на покупку новых локомотивов. А так эти деньги оседают в карманах украинских олигархов. В целом неплохо прошел год для Оболчуна. И что же ждать нам в ближайшее время? Будут продолжены те реформы, которые он начал или вряд ли? Это будет зависеть уже от тех людей, которые придут в руководство Укрзалезницы. То есть сейчас мы знаем, что Евгений Кравцов назначен исполняющим обязанности главы Укрзалезницы, а также начата подготовка к проведению нового конкурса на замещение вакансий главы УЗА. Еще одна железнодорожная тема, но она не касается сейчас Укрзалезницы. Точнее касается, но в первую очередь речь идет о железнодорожном сообщении «Россия-Украина». Позвольте, я зацитирую. В России построили железную ветку в обход Украины, строили ее ускоренными темпами. И речь идет об участке Журавка-Милерова. Москва потратила на этот проект почти 1 миллиард долларов. Насколько оправдан с экономической точки зрения такой масштабный транспортный проект? Это политический проект, и цель его была обеспечить стабильные перевозки из центра Российской Федерации в Южный Федеральный округ, а также к Черноморским портам. По данной линии проходило более 100 поездов в сутки. То есть это основной коридор, который связывает Москву и европейскую часть России с Ростовом-на-Дону, где проживает более миллиона жителей, с Краснодаром и Сочи. Из-за усложнения отношений между странами, похоже, правительство России приняло решение о строительстве объезда. При этом правительство России утверждает, что после строительства этого участка железной дороги Украина, украинская залезница понесет колоссальные убытки. Так ли это? Согласны ли вы с таким утверждением? Это связано с теми убытками, которые понесет украинская сторона. Это придется просто демонтировать нынешний участок, который проходит по территории Украины. Поскольку этот участок не соединен с остальной частью сети Укрзалезницы, и использовать его просто невозможно. Кроме этого, мы потеряем порядка 300 рабочих мест. Это те граждане Украины, которые работали на обслуживании этого участка железной дороги. После конфликта, который сейчас развивается между Украиной и Россией, количество пассажиров, пассажиропоток между Россией и Украиной сократился в много раз. И сейчас будет продолжаться эта тенденция? Чего нам ожидать в ближайшее время? И как это обозначится на финансовом положении Укрзалезницы? Что касается участка Миллерово-Журавка, это никак не скажется на пассажиропотоке, поскольку на территории Украины там не было станции. И, соответственно, весь пассажиропоток, который исследовал, они выходили уже на российской территории. Железная дорога проходила частично по территории России и частично по границе между Украиной и Россией. Но станции находились как раз уже на российской территории. Что касается прогноза по пассажиропотоку, все будет зависеть от очень многих факторов. Вот мы же понимаем, что несмотря на такие сложные отношения между странами, остаются родственные связи между гражданами России и гражданами Украины. Торговля между странами тоже продолжается. И я думаю, что пассажиропоток пока зафиксируется на существующем уровне. Мы сегодня уже упоминали новые маршруты, которые были открыты в течение этого года. Как вы считаете, в каких направлениях Укрзалезницы сейчас стоит развиваться и куда стоит отправлять украинских пассажиров и туристов с других стран? Здесь Укрзалезница работает не как инициатор, а она должна отражать тот спрос, который есть в украинском обществе и среди пассажиров Украины. В данном случае Укрзалезница должна просто правильно рефлексировать. Пока мы видим те внутренние маршруты, которые открывались, они пользуются очень высоким спросом. Сейчас идет подготовка к запуску новых маршрутов между Украиной и Белоруссией. То есть это и направление на Гомель, то есть все-таки Гомель, второй по величине город Белоруссии с населением полмиллиона человек, находится всего лишь в 50 километрах от Украино-белорусской границы. И очень много жителей Гомеля приезжают в столицу Украины и с деловыми целями, и просто погулять, посмотреть на красоты нашего города. А в свете получения украинцами права на безвизовые поездки в Европу, здесь стоит куда-то двигаться? Есть направление, которое необходимо открывать? Ну, здесь сейчас Укрзалезница уже активизировала перевозки в Польшу. Это два указанные поезда из Киева, Интерсити, в направлении Паремышля по широкой колее. Это поезд в польский Хелм, который также находится недалеко от Украино-польской границы. И это дает возможность пассажирам пересаживаться там на поезда, которые едут уже вглубь Польши и едут в Германию. Кроме этого, Укрзалезница сейчас работает над тем, чтобы запустить пассажирские поезда на европейской колее из закропатского города Мукачево в Братиславу и в Кошице в Словакии, в Захань, Будапешт в Венгрии и в Сатумары в Румынии. Сколько времени понадобится для того, чтобы эти маршруты уже пролегали? Ну, сейчас необходимо провести реконструкцию инфраструктуры на станции Мукачево, а также дополнительно уложить 300 метров пути шириной европейской ширины 1435 миллиметров до пассажирского вокзала города Мукачево. Поскольку сейчас эта линия используется только для грузовых поездов и до вокзала узкая колея не доходит. Спасибо вам за эту беседу, за ваш комментарий. А я напомню, что нашим гостем сегодня был экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.